На выходных сотрудники ГИМС объявили ледовый покров в бухте Нагаева опасным. Несмотря на то, что лед внешне толстый, толщина льда больше метра, однако он уже мокрый, на льду уже вода, он уже покрыт сетью трещин и его разломать может в любой момент. Сотрудники утверждают, что усиление ветра и волны может очень быстро сломать лед. Именно поэтому инспекторы ГИМС установили знаки «опасная зона», а это значит, что выход на лед является опасным. Также ведется патрулирование прибрежной зоны. Свой юбилей отметила 28-я школа Магадана. Общеобразовательному учреждению исполнилось 35 лет. В нем обучается 350 человек. В школе трудится 25 педагогов. Есть учителя из высшей квалификационной категории. Директор организации отмечает, что в настоящий момент в школе работают много молодых специалистов. Сегодня я хочу от своего лица поздравить весь педагогический коллектив, родителей и учащихся с таким замечательным праздником. Пожелать удачи, больших побед и новых свершений. 28-я школа реализует много проектов, в том числе и спортивных. Отмечают сотрудники учреждения. В школе функционирует общероссийский проект «Самбо в школу». Есть и общеобразовательный класс с военно-патриотической направленностью «Росгвардеец». Общеобразовательное учреждение сотрудничает и с Русской горнолыжной школой. А вот наш директор, мудра и строга, по верной дороге ведет нас она, краня от различных невзгод и проблем, в том, в котором мы все. Вот завучи наши им крикнем «Ура!» Секретарь, медик и повара в тревогах, в заботе в учебной, а также в негласной работе. В начале мероприятия директор 28-й школы Магадана поприветствовала гостей праздничного вечера. Нам сегодня 35. У нас только все начинается. Мы молвы сердцами. В этом году, кстати, мне тоже 35. Магия цифр. И мы обязательно будем шагать за школой на голову и делать очень много различных завершений, открытий и побед. Поздравили 28-ю школу и творческие коллективы. Они исполнили яркие музыкальные номера. А я хочу, а я хочу опять Погружать, бегать, полупее мять Грозить на дождь, уловиться газу На самом огне течаться поворотом Директора школы, сотрудников и учеников поздравили гостей торжественного вечера. Я вам всем желаю счастья, здоровья. Я желаю, чтобы вот это трепетное отношение, которое сейчас высказали учащиеся 11-го класса, они были всегда. И мы с вами должны помнить о том, что действительно школа для нас это второй дом. Весь коллектив 28-й школы первые лица Магадана наградили грамотами и благодарностями за высокое педагогическое мастерство и многолетний добросовестный труд. Юрий Казетов вручил школе подарочный сертификат на 100 тысяч рублей и отметил, что школа должна продолжать развиваться. Первый шаг, который мы сегодня должны сделать вместе с вами, Наталья Леонидовна, это, конечно, подготовить, мы уже с Светланы Леонидовны говорили, проектно-спект документации. И то, о чем мы всегда говорим, школу надо поставить на капитальный ремонт. На торжественном вечере специалисты отметили высокую методическую работу коллектива 28-й школы и ее активное участие в городских, общеобразовательных и спортивных конкурсах. Гости пожелали учреждению успехов и дальнейшего развития. Рисование на песке, интеллектуальные игры и даже мафия. В Магадане провели Библионочь. Мероприятие прошло в областной юношеской библиотеке. Главной темой акции стал космос. Каждая площадка – отсек космического корабля. Для гостей организовали квест по секциям. Акцию провели в соответствии со всеми санитарными нормами. Каждая площадка предполагает определенное количество людей, которые могут одномоментно находиться там. Где-то это будет 5 человек, где-то это будет 10 человек. Но все требования и правила у нас соблюдены. Площадки будут сменять, то есть один поток будет сменять другой. У нас между потоками будет промежуток, полчаса, когда будет произведена определенная обработка и проветривание. Для того, чтобы не подвергать опасности всех присутствующих. Тема квеста – также космос. Состоял турнир из разных заданий. Основной упор отмечают организаторы на интеллектуальные вопросы. Кроме того, участники могли собрать конструктор, что развивает моторику. А также потренировать свое внимание. Всего более 10 заданий. Очень много разных заданий, которые в совокупности, если человек пройдет, а у нас их более 10, то он, во-первых, получит звание как бы самые умные сегодня. Во-вторых, приобретет некоторые умения, навыки, которые, я думаю, помогут им в дальнейшем. А так мы за то, чтобы люди читали больше, посещали библиотеки и помнили, что все зависит от нас. Надо развивать себя и развивать свой интеллект. И тогда все профессии, в том числе, может быть, и космонавтика, покориться всем. Гости «Библия ночи» могли даже порисовать 3D-ручками в секции из плоскости в пространство. Как отмечают организаторы, занятие – это несложное. Новичок с легкостью справится. Один рисунок занимает около 10-15 минут. А для опытных художников сотрудники подготовили шаблоны посложнее. Мы учим всех всему с нуля. Начинаем с простых рисунков. И если к нам придет, допустим, какой-то более опытный человек, мы также готовы предоставить ему более сложные шаблоны и начать с ним что-то делать, действительно, переходящее из плоскости в пространство. Еще одной популярной площадкой стало рисование на песке. Эта методика хороша для развития моторики, рассказывают специалисты. Нарисовать космос несложно. Несколько легких взмахов рукой – и картина готова, отмечают организаторы. На самом деле эта площадка очень популярна. Даже пришлось сократить время нашего сеанса с 20 минут до 10 или 15, потому что очень много желающих. Буквально и взрослые, и дети действительно хотят принимать участие в этом, потому что это интересно. Гости «Библионочи» с интересом проходили все секции. Кто-то с удовольствием рисовал, кто-то играл, а кто-то отвечал на вопросы квеста. Посетители отмечают, что мероприятие им понравилось. Мне кажется, здесь будет все интересно, потому что на первый взгляд пошел в 3D-ручки. И это очень интересно. Для новичка это большой опыт, потому что не каждый может позволить себе ручками рисовать. Мне кажется, здесь все будет интересно. Вообще, на данном мероприятии мы первый раз с детьми пришли из ДЮЦ, Центра дополнительного образования Братина. Мы, в принципе, сами проводим квесты игры на эту тематику, к одни космонавтиков. Когда мы узнали, дети очень загорелись. И вообще, в принципе, сценарий этих мероприятий, мы были в восторге, и дети прямо отсюда уходить не хотят. Для меня наиболее интересным показалось это рисование 3D-ручками. Я еще не все станции прошла, поэтому с интересом прохожу. Мы посетили игру настольную большую. Типа там фишечка надо ставить. Да, и еще мы посетили песок. И нам больше всего понравилась игра, которая типа фишечка ставит. Кидаешь кубик, и там вопросы задаются. И ты должен на них отвечать. На минувших выходных состоялся турнир по самбо, посвященный десятилетию образования Следственного комитета Российской Федерации. Участники боролись за звание лучшего борца два дня. В здании Дворца спорта в субботу собрались самые юные представители самбо. Мы сегодня за долгое время проводим первый в Магадане областной турнир по самбо на Презиследственного комитета Российской Федерации по Магаданской области. Это соревнование у нас запланировано в рамках соглашения со Следственным комитетом. И вот после плодотворной работы в 2021 году было принято решение, что в Магадане мы начнем достаточно глобальное такое мероприятие, такой областной турнир, который задействует у нас практически все возрастные группы. Борются у нас детишки от четырех лет и вот до взрослого нашего поколения. Наши ребята старшие группы тоже будут принимать участие во второй день соревнований. Соревнования провели раньше запланированного, поскольку сборная Магаданской области в составе порядка 50 человек 30 мая выезжает на всероссийские сборы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова